всем привет с вами Антон и на моем канале ютубер сегодня сейчас рядом сидите со мной это мой муж Анатолий Толя Зима и мы как бы решили подключать на ваши вопросы про спадьбу очень много вопросов было много чуждений я там печально удалила но мы для дополнительных вопросов будут у вас поэтому будем сегодня на ваши вопросы подключать пусть чай поудобнее пить и пусть не чай, попкорн, печенье и лучше знать внимательно первый вопрос что не хватало на спаде? у меня этот вопрос я не поняла, что не хватало на спаде, у нас все было не было вопросов для спаде нам не хватало, не хватало времени потому что мы начали все делать поздно у нас было очень мало времени у нас времени не хватало, а так все было все делали очень быстро, максимально быстро, быстро делали все, пели все, делали не было такое что там ничего не привезли, там ничего не было, тогда было что-то такого не было ничего, да пока ну там не было времени, очень мало времени было мы делали спаде на месяц, обычно все делали спаде на год, там три месяца, за счет месяца, например, мы делали спаде на месяц, да месяц с половиной где-то, но это не послужно делать спаде на месяц, вот так второй вопрос о чем жалеть на спаде? хехехехе я не знаю я потратил очень много денег, но получилось очень прикольно с спаде, я не вижу никакие приликатки, вот там, потратил много денег, думаю, не нужно было спаде проводить я не понимаю вопрос, как бы ему жалеть, что попало Ну типа кто это был? Блин, зачем проводить сварьбу? То есть потратить много, не могло быть старание подмечать и хватить. Мы жалеем. И что, мы раньше не начали. Вот это всё. Вот у нас только вся проблема по времени. Что мы раньше не начали, вот мы жалеем, что раньше не начали. И всё, а так всё нормально будет. И нужно не жалеть. Надо делать сварьбу делать и сейчас. Не нужно жалеть, подумать о деньгах, думать, что-то не получится. Всё такое будет, всё делать, всё правильно, всё хорошо. Третий вопрос. Сколько людей было в ограничении от фальпы? 32 человека. Метти, там, азарат, да, что? Ну, короче, 35 человек. Метти ведущий, там, ежей, перегончик у нас был. Короче, 35 человек всего было. Там было 5% взрослых, было 5% молодых. Не специально так. Мы специально так делали, потому что наши фальпы для молодежи, мы должны приглашать только молодых. По возрасту 50% взрослых, там, мамы, папы, бабушки. Наша подача была приглашать больше молодых ребят, друзей, чтобы мы праздновали, а волосы просто сидели и спокойно отмечали. Мы приглашали там 100% взрослых, 50% молодых. И всех просили, чтобы детей с собой не брали. Ну, там, у его брата была душка, но она уже волка, там уже полтора лет было, нормально. А вот когда были маленькие, мы просили их не брать, потому что мы считаем, что они будут очень сильно мешать на свадьбе. Следующий вопрос. Поменялась ли глядь на жизнь в брате? Это честно? Честно. Поменялась, это моя жизнь, это фамилия. У меня там папа, говорят, там Худинова такая, ну, кто такая Худинова? Это я Худинова. Она была полисовая, там, Худинова есть. Глядя по-другому. Ребактор там, когда ты пищешь, да, у меня жизнь поменялась. А также, я не в Москве, муж дрогательный, не такой. Я вижу, как обычно папа, который был со мной, всегда был, а то нет. Ну, меня вообще, мне так кажется. Должно просто поменяться, там. И должны чувствовать себя, как и на муж. Да, мы все же на муж. Ну, я не знаю. Как у кого, так и осталось? Осталось. Общение, так, поведение, так. Все, все так же, да, ничего не меняется. Честно. Так вот так. А, следующий вопрос. Как ощущение быть мужем и женой? Я всегда был в стране в городе. Мой парень был в городе. Я не могу наспать мужа. Я не знаю почему. Ну, привычка такая стала, типа. Муж, парень. У меня не знаю. В стране много замечаний. Действительно называют, что я у мужчины. Я угадала, что у меня в голову никакой же прямой душ. По-моему, в голову пока что не приходит такое. Не знаю почему. А ты ощущение как жена, типа, муж. Кому я типа потравлюсь, мучку уже в ванной смыше. Ну, как бы, нахуй, пока непонятно. Следующий вопрос. Сколько денег потратили на свадьбу? Одесса, 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 прям все, 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 все. Ну, я не могу в ответе, сколько мы потратили. А, в голове это нормально. Ну, могу сказать, могу сказать, что мы, как бы, сильно, что-то дорогое, мы не понимаем, мы все брали как, что-то среднее, что-то минимальное и все. Вот так я могу сказать. Плюс-минус две тысячи. Плюс-минус две тысячи. Плюс-минус две тысячи. Десять тысячи примерно потратили на свадьбу. Вы удивитесь, почему-то не дорогое, а зачем мне вопрос? Для чего проводить? Проводить дорогую свадьбу. В эти поколения я не думаю. Ну, половина из этих сумок, половина было там в кафе ведущие, а все остальное. Половина там питание, половина это все отделяется, всякие расходы. Поэтому, ну, не смысл проводить свадьбу на миллион рублей, на миллион. Там некоторые пирсо, там все же тратятся. Да, вы проводите свадьбу, я согласенную. А дальше что? Проводили свадьбу. Парьбу проводить можно каждый год, честно говоря. Если мы на попе много денег, в ближний день можно проводить такую шикарную файбу на пять лет, на десять лет можно проводить файбу еще раз. Но такого тратства я такого не вижу. Потому-то многие все делают вложения и тянут, потому-то хотят делать шикарную файбу. Но так нельзя делать. Делайте вложения и делайте сейчас файбу. Готовьтесь. Считайте, сколько всего потратите. Сколько накопить, ну, что сказать, ну, с тем поговорить нужно. Хорошая позиция. Не нужно проводить. Вот такой миллион, два миллиона, пятьсот тысяч. Пятьсот тысяч, я так говорю. Максимум пятьсот тысяч. Я вот эту сумму, я могу согласиться, вот миллион, там миллион пятьсот тысяч. Ровная ошибка нашей файбе. А, да. Ну, минус? Да, минус я скажу, что у нас была ровная ошибка, прям вот так можно сказать. Это день, где мы могли просто изменить файбу для этого человека, который и поздно наш праздник, и поздно наши планы, которые мы хотели, и все, вот так. Минус это то, что мы не сделали договор с первой ведущей, которую мы нашли, потому что нас оставалось две недели до сквадьбы, и она вдруг нам, маме звонили, что она от нас отказывается и все. И у нас была просто паника, как и что делать, потому что за две недели найти другого человека невозможно просто. И нам помогло, чтобы друг, у которого была ведущая, и она согласилась быть у нас на свадьбе. Поэтому ищите хорошего ведущего, который напил ваш файб и пропишите договор обязательно. Обязательно написать договор обязательно. Да, обязательно. Потому что если вы напишите договор, то вот этот файб тоже на свадьбе должен быть, а не текущий отметить. Нет, нет. Если даже договор вы напишете, если она откажет, то она вернет вам полную сумму, то есть вы даже, если она должна вернуть полную сумму договора, вы ищите на эту сумму другого человека, и все. А у нас получилось так, что мы не договорим, мы у нее ничего не взяли, какие деньги, за кого она не брала, то пришлось искать другого человека. Надо видеть к этому серьезно. Ведущие тоже могут быть такими, там, не знаю, благодарна Вера Шумская, которая согласилась взять экстренную спадьбу, будто провести сценарий, планы, вот и благодарны ей. Пусть она что еще сказать. Она провела на виде страшных брака, провела какие-то игры, какие-то песни она ходила, не знаю, много чего, обряд был. Она пыталась нам, кто будет обладать, пошел в ромную сумму. Она прям старалась, но мы накопили много денег, чтобы мы не сидели без денег, и кого мы накупили, она прям помогала, вот там все, а мы работали благодарной ей. Значит, очень хорошо, вот скажу ей ромная ромная картина. Она делась, текущая, мы никогда не дохватывали. Стало в минуту стресс. Стало в минуту стресс. Стало в минуту стресс, конечно. Мы плакали, у нас трек был. Просто сумасшедшие, не знаю, как сказать. Но реально было у нас трек. Мы хотели просто, я хотела просто отменить все. Простить, мне не нужно это было все. Нас родители мешали нам, в плане родителей. По-моему мнению, говорят, вот, нас по-моему было, ты по-моему мнению провести. Проводи такую спадьбу. А родители, типа, были против, зачем там, зачем, не нужно. Нам, это, довольно больше стресса, больше нервы потратили. Это, есть, а вот, не знаю, кто все ради пайды. Должно иметь стресс, нервы, еще плакание, еще, вот это, это бывает. Ну, я могу в первую очередь сказать, что мы все заказывали через интернет. Вайлок или там, ну, в разные интернет-магазины. Потому что это было очень удобно. Не только дешево, а просто все там было. Потому что некоторые вещи вы даже в магазине не найдете нигде. Вы будете ездить. А так все заказали, в один пункт выдачи, пришли, забрали и все. Нам было удобно вот это единственный огромный плюс. Я не понимаю, как раньше все все закупали. Вот, например, даже шкатулку. Вы где купите шкатулку? Где, я не понимаю. Там замки. Где вы будете ездить замки? Тоже не понятно. Второй плюс то, можно было арендовать платье. Некоторые сейчас могут подумать, написать, о, эта аренда еще попала. Это все плохо. Мы считаем, что это наоборот огромный плюс. Но не нужно тратить большие деньги. Потому что, если даже их купим, а по-моему, куда? Всю жизнь будет висеть, появится смысл. Да. По-плюсу я уже сказал. Вот эти плюсы. Умение заплатил там. Да, графишки там пишут, сколько в нашем линии. Зачем платить, покупать, взять, вот блин. 5 тысяч, можешь себе подарки, которые мы не можем купить, тебя подводить, например. За 8 тысяч можно в Москву сесть, в Питер сесть. Поэтому я ввела в аренду на 7 дней, не на 6, на 6 дней. А на неделю вообще? Ну, на неделю 7 тысяч. Я могла на платье налить еще 2-3 сотых денег. Но у меня было 2 дня, поэтому я могла налить еще платье по 6 недель. Это 7 тысяч, это просто супер. Я не знаю, вот когда ставьте потакать, а вещи. Я знаю, я увидела много карты. Видела, богатые люди покупали за миллион платья, разводили все, например. Не гарантия. Я никогда не видел людей, которые купили и потом не разводились. Смешно просто. Ну вот, да. У меня бабушка-дедушка, бабушка, а Валена, ну ей дали 20, больше 50 лет братья прожили. Будете как рассказать, не так. О, это не братья. Бабушку-дедушку прожили долгую жизнь. Так, просто нужно уметь, правильно, относиться, общение, а не платье. Платье ничего не влияет в вашу жизнь. А просто тратить баску, стоит тратить деньги. Просто так беседует, воли сожрали, там, значит, крованы были, пыль и все. Ага, так. Все пишут на письмо. Тратика, тратить дочке, да. А если у нас живущих, только мальчик, когда делятся? Это, ну, я не понял, я даже не думаю, типа, нужно покупать платье, не отравлю, подниму, тратить баску. Я даже не думаю покупать платье, мне, может, передумать. Не было такого, мы там, кстати, просто крутая тратить денег. И еще я много видел, кто падает, парни, там, фазебные костюмы. Тоже потом не то что висят, на работу не пойти, на учебу. Я специально подпирался, чтобы можно было и на учебу ходить, и на работу ходить, но в любое место. То есть, так, наделся, пошел, и все. Мы не хотели какую-то проводить радиационную бать, где черно-белые были. Мы не хотели этого, хотели, чтобы у нас был хуй скин, и все. Да. А третий плюс, нам просто повезло кафе, просто кафе. Ну, банкет, короче. Просто повезло, там мы перезали просто, вот. Супер. Официанты хорошие были. Первый, который мы искали, там, боже мой. И там что-то не подобилось, потому что там просто машины, просто не знаю, там можно потратить, там больше 300 или... В первом месте, где мы были, ну, короче, надо было 300 тысяч денег. Просто на кафе и на еду. Только вот на это вот 300 тысяч. Там декорации отдельно плачутся. И танки там тоже отдельные, там есть питание, там много чего отдельно было, все. Да, там плюс-то, там есть гостиницы рядом, можно покупать. Я думаю, ну, я не вижу какой-то мысль, это че нам мнение. Поэтому второго нашли банкет от Супер. Ну, сколько там всего потратили в банке банкет? Ну, в том. Клюк минимум 100 тысяч. 100 тысяч, в том, на 100 тысяч банкет потратили. На 35 человек 100 тысяч там приходило. Музыка бесплатная, официанты бесплатные, питание всего 75. Ну, было. Хорошие 100 тысяч. Там питание хорошее, вкусное было, все декорации все обеспечило, там все готовое было. Выходит, все, все есть. Что там по выходу администратора хорошее было, потому что она решила взять не на килограмм, например, у вас там яблоки, бананы, там по килограмм 200 рублей. Она решила просто, что мы принесем там 10 рублей за все, что мы принесли. То есть, она за килограмм даже не пролазит. Тоже хорошее. Поломку нам дали тоже на 2 часа в конце, тоже бесплатно дали. И место не только, там можно будет проводить перевески, салюты, там какие-то. Там есть место специально, да. Молодинцы могут там провести место, он там по кофе есть. Да, есть людей, там туалеты, что-то, что-то, где-то, там место было по кофе есть. Просто место. Там не было, типа, ролл, шоку, типа, надписи, банкеты не было. Все понравилось, всем понравилось все. Все неприлично, красиво, все модное, стильное и красивое. Что-то не знаю. Я просто иду с таким банкетом, который был по кофе есть. И еще, еще там арка была, тоже бесплатная арка. А мне говорят, что арку доходят за 20 тысяч, 20 тысяч, 20 тысяч, 20 тысяч, 20 тысяч. Да, потому что там было, что арку можно поставить бесплатную. Поэтому можно дописать его в ближайшее время, можно дописать его там так и все. Так вот такие есть, потом такие же есть. Следующий вопрос. Почему я платью выбрала каоскера, которая в фотосессии была? А, это первый день? Не, не первый день, а как. Первый день в фотосессии у меня была. Я не хотела брать длинные платья, зачем? Точить с собой, не планировали гулять, в чем хотели. Походкаться, там пообщаться. Там машина очень неудобная была. Понимаешь, да, короткие платья для фотосессии. Выглядит вот, что очень красиво. Выглядит приличное платье. Не нужно обычное там, вот там красивое, где у меня покупала еще не было. В общем, потом я купила короткие платья, Эта обратно не оставила на память. У меня, чтобы убедить, могу ее еще поносить. Или это может? Очень убедительно. Скоро можно в какое время пойти надеть. Потом у меня на платье кровь, я оставила на память. А вот аренда платья обратно. Главное, что мне нужно. Следующий вопрос. Зачем оставить платье, в которой ты кровь надевала тебе платьок? Ну да, это моноболон-проекта. Просто раньше так было, типа, что тебя уже отдают. Нашу семью. Ну, мы просто решили, что все... Делать все, как бы было раньше. Ну, я понимаю. Да, можно проводить. Я хотела твоей маме оставить на память. Я же не ошибаться была официальная. Она меня сняла, и она включила тебе танки на 4-8-10 патрики. Тебе оставила на память. Эта кровь потом подам на танцы мне. Я потом отдам моей будущей дочке, например. И там сыну прям отдам. Типа, это моя платформа. Типа, традиция такая. Обряд такой. Ну, типа, ты продолжаешь свою неделю. Детку, будущую жизнь там. Дальнюю. Вот это нормальный обряд. Это не такое, типа. Докуманно говорить. Такое-то было желание. По своему желанию все делать. Следующий вопрос. Почему мы не брали детей на свадьбу? Ну, я уже раньше уже сказал, потому что дети, они будут нынь, плакать будут, домой хотеть. Они еще время будут мешать на свадьбе. Мы уже видели на других свадьбах. Они там просто родители ходят. Они даже пощадить не могут нормально. Покушать, даже выпить не могут. Потому что детей не брать. Но это брать для молодых. Детей можно брать на второй день, на третий день. Да, пожалуйста. Первый день детей лучше не брать. Дети бегают, а то девочек поет, например. Смотрите в окно. Дети аут, бегают, девушки унесут. А там падает травма, кровь побежит. Кто-то ломать будет. Мы вообще не хотели их спать. Вот второй день, пожалуйста. Ломайте, бегайте, спать, сколько хотите. Первый день не хотела просто так делать. Есть еще один вопрос. Почему мы решили снять фильм? Ну, чтобы была память, а то праздники. То с нами были там. Будущую сбросу будет интересно посмотреть, как мы все выглядели в молодости. Чтобы можно было вспомнить какие-то моменты. Ну, а еще к Пасху срочно идет в театр. Он постоянно пришел к нам домой, когда ты где снял. У меня там утро невесты, утро веника, уже сняла все. Вместе полезли в банкет. Мужчина сказал, что он украл очень хорошее время. Учитель упомянул как раз. Носился на первый день. Она не смущила. Как он первый раз это рассказал. Смотрим, как мы живем, как он празднует. Он получил много эмоций. Потому что он ведь сколько раз был на свадьбах. Просто пришел, снял и все. А мы же необычные были ребята. Уехи и слабослыши. Вот ему интересно было на это посмотреть. Потом мы решили снять эту статью. Наталья наступит на пару. Можем смотреть еще раз. Миллион от родителей. Видите, мы могут посмотреть. Нормальный фильм. Вспоминать. Типа радовая. Как мы это проводим. Смотрим впечатление. Повозь. Прикольно закручивается. А вопрос еще. Почему мы проводили свадьбу? Без под ключ и в чем ключи? А, типа что, почему не под ключ взяли? Ну, под ключ мы посмотрели. Вот 500 тысяч. А сама свадьба будет такая же, как и мы сами сделали. То есть они берут себе примерно 50-60%. То есть эти 50 тысяч они будут что-то потратить, а эти 50 тысяч. Теперь они возьмут работу. Нам не нравится под ключ. То есть под ключ. Они все будут делать как им надо. Да, они будут спрашивать, будут писать. Нам все отвечают все время. Нам неудобно. То есть нам проще самим все сделать. Заказать, что нужно. Сообщить кому-то и все. А там нужно до нее там что-то писать, договариваться, договариваться. То есть нам неудобно подключить. И под ключ то, что там делают все сами. А мы пойдем на свадьбу. Типа, ну прикольно, да. Но не будет впечатлений. Да, нет. Мы еще на теле. Ну вот если бы под ключ все было бы, мы бы не ощутили свой праздник. Мы бы не поняли эту свадьбу. А так мы отдали все силы, все деньги, все нервы. И, по-моему, пока мы гордим, что мы провели вот такую свадьбу. Если бы под ключ, то мы только бы пришли, теле бы и ушли. То есть никакого ощущения, никаких эмоций бы не было. Да, у нас ощущения, какие были, когда мы все делали сами. Да, когда мы легли в ванну, такие, знаете, слава богу. У нас тяжелое все было, нервы все упало просто, знаете, Я уже получила просто карьер. Я могу чуть-чуть еще раз повредить. Это карьер, да, нервы, но знаешь, о ком мы так и учили, когда мы что-то делали сами. Без какой-то помощи, там, не знаю. Все, нет. Но они что сами не делали, что сами не делали. Я уже могу, я уже когда в фаде закончу, я там уже каждый говорит, как мы проводили такую свадьбу, как мы это сделали, как мы в больнице. Знаете, впечатления уже есть, типа вот, такие впечатления появилось вот. Теперь спрашивают, вы сами проводили свадьбы? Вот такая, да, то я как бы вы сами говорите, как оно плохо, там, все шикарно получило, а как все получилось. Просто мотивация, нужно работать. Не было давать, как я раньше говорила. Это нормально. Вот. У меня еще осталось, типа, как? Сами свадьбу делали. Я могу в блоге, там, вас подкрутить, а не все шикарно. Я не могу, там, а то яйца делать сами, твоими руками в больнице, писать кому-то, деньги отдавать, подчеркну, как нормально было. А то они отлично пишут, если подкрутить деньги. Нет, нет. Поэтому лучше проведите свадьбу, вы сами. У вас было впечатление, вы упоминали, как мы плакали, как мы ругались, типа, как мы сидели, там, не знаю, плохорутики, типа, лукохожные, типа, много раз хотели пытаться. Много раз хотели пытаться, да, очень много раз, когда мы ругались, да, я пыталась его бросить, и идти куда-нибудь заход, нам не хотели бы, типа, но мы это сделали, а мы провели отлично, супер. Всем гостям очень понравилось. Главное, это, что гостям всем очень понравилось. Нам есть удовольствие, чтобы поминать. Поэтому, ваш выбор, подключить или сами проводить, какой будет ваш выбор? Да. У меня часть в голове еще есть впечатления, это глубокие мысли. Потому что, потому что, если вы будете что-то сами делать, вы будете ценить свой брак, свою свадьбу, все это. А если будете подключить, вы пришли, ну, как в Готти вы тут. Пришли, сели, пришли, вы не знаете, о, как все было продано на эту свадьбу. Ну все, и вот наши вопросы уже закончились. Закончились. Спасибо, что вы посмотрели наш ролик. Да, может, длинный, короткий, третий, неважный, посмотрели ли у вас, ну, были мысли, ваши мнения, типа страны. Нам ваше мнение какое-то делаем. Вы сами решаете, как вам нужно. Нам вы делали, как нужно было. Ну, я могу еще сказать, что спасибо всем, кто поддерживал нас. Или там до свадьбы, во время свадьбы, после свадьбы. И мы надеемся, что этот фильм, этот ролик, именно вопросы на ответы вам помогут, как вам провести свою свадьбу, поменять свое мнение, там, что-то все. И вообще, если у вас есть мнение, какие-то вопросы, то он будет написать, может, комментарии написать, я вам обязательно отвечу, там, вот такие вот, и дать акцию, на комментариях пишать. Да, я все комментарии стараюсь отвечать, потому что, чем проходить мимо человека, который хочет спросить, я тебя отвечаю. И поставьте лайк, пишите комментарии, если вам понравился такой же формат, там, белый айфон, там, ВСБ, встает, он у них прилично красиво все. Вам понравился формат, пишите обязательно, я могу порвать другого блока, может кто-нибудь спросить, могу уже придумать название, спросить у другого блока, я буду делать это формат, когда у них надо, вспомнил проект. Я обязательно подключить на наш инстаграм, мой и на него. Он прямо сидит, просто подключить их модель. Ииии всем вам хорошего дня, хорошего вечера. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok